Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok По причине обещания Всевышнего ДimaTorzok 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 Всевышний ДimaTorzok 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 Потому что это является причиной распространения заблуждений в обществе, причиной отдаления человека от сути истины. И поэтому для того, чтобы эта суть истины сохранилась, помимо приобретений знаний, человек должен сохранять метод передачи этих знаний. И поэтому знания всегда приобретаются через источники, через книги и непосредственно через учителей. «Ва ла такулу лима тасифу аль синатикуму аль кэзиба хааза халалун ва хааза харам». Аллах, субханаху ата'аля, говорит. И не говорите ложь. Не придумывайте ложь. Говоря о законах Аллаха или о руководстве Аллаха, субханаху ата'аля, это халаль или это харам? Аллах, субханаху ата'аля, говорит таким образом, вы возводите ложь на Аллаха, а поистине те, которые возводят ложь на Аллаха, никогда не преуспеют. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, запретил в этом аяте говорить людям о религии Аллаха, субханаху ата'аля, без знаний. А ведь когда он говорит о религии Аллаха, без знаний, то он тем самым возводит ложь на Аллаха. Самые основные законоположения, они определяются такими терминами, как харам и халаль. И поэтому это дозволение или запрет. Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, запретил говорить о религии Аллаха, без знаний, для сохранения религии человека и для сохранения домов, людей и их отношений. Ведь если человек будет говорить о религии Аллаха, без знаний, тем самым он разрушает религию другого. Он разрушает религию свою, а также он разрушает дома, общество. И поэтому возведение лжи на Аллаха является одним из величайших грехов. Аллах, субханаху ата'аля, также говорит Всевышний Аллах, субханаху ата'аля, говорит И не следуй тому, на что нет у тебя знаний. Поистине слух, зрение и сердце, за это все человек будет спрошен. В хадисе, который передает Джабир, рады Аллаху аль, сообщается, что однажды группа сподвижников выдвинулась в путь. Один из подвижников, посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васселям, поранил свою голову. Камень, он ударился об камень. Рассек свою голову так сильно, что рана была открытой. И вот ночью он потерял гусль. То есть потерял полное омовение по причине полюции. Вставь на утро, он сказал, посоветовался со своими друзьями и сказал, «Можно ли мне в этом состоянии взять тайамум?» Тайамум – это омовение песком. Берется в случае, когда отсутствует вода, либо же отсутствует возможность взять полное омовение, либо малое омовение. Либо же оно вредит здоровью. Тогда они сказали, нет, у тебя нет возможности взять тайамум. Ты должен взять гусль водой. Тогда он взял гусль и умер. Умер от переотхлаждения и заражения раны. Когда они пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до посланника Аллаха дошла эта информация. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разгневался и сказал, «Убили они его, да погубит их Аллах». Если вы не знаете, то достаточно было бы вам спросить, а ведь ему достаточно было всего лишь взять тайамум. Этот хадис указывает на то, что человек, иногда, когда говорит о религии Аллаха без знаний, он вредит не только самому себе, он не только зарабатывает грех, а он еще разрушает, чью-то может разрушить жизнь, чью-то семью, чье-то положение, общество и тому подобное. Обратите на высказывание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, они его убили, да погубит их Аллах. Это указывает на сильное возмущение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он не сказал так, как кто-либо мог бы сегодня в наше время сказать, это такдир Аллах, это предопределение Аллаха, зато умер, совершая поклонение. Это глубочайшее невежество. Невежество в руках людей – это оружие самоубийства. И поэтому Аллах, субханаху ата'аля, не спасал Кур'ан и говорит, «Икра бисми раббика ладзи халак» Читай во имя Господа твоего, который сотворил тебя. Ислам порицает невежество. Ислам борется с невежеством. Ислам побуждает к знаниям. Ислам побуждает к образованию. В первую очередь, это познание своей религии, которая является фардом. Как сказал Абу-Нуджей, один из ханафитских ученых, фардом айном, обязательным для каждого мусульманина, является познать ровно столько, чтобы он мог соблюдать свою религию. То есть, каждый мусульманин должен приобретать знания, особенно, если это касается его религии и основы. Как брать омовение? Что нарушает омовение? Как совершать намаз? Что нарушает намаз? Как поститься и тому подобное. То, что является основой основ. Что такое Единобожие? Что является большими грехами? Что является малыми? Что является ширком? Что нарушает ислам человека? Эту основу должен знать каждый мусульманин. Особенно, когда в наше время есть у каждого возможность посещать уроки, требовать знания, слушать лекции. И нет оправдания сегодня у человека, который говорит, у меня нет времени. Это твоя религия. Ты для нее должен найти время. Ведь для того, чтобы насытить свой желудок, ты находишь время для того, чтобы заработать. Также для того, чтобы сохранить свой ислам, ты должен потратить свое время для познания основ. Основ, мы не говорим всего ислама, основ и базы для того, чтобы не оказаться среди невежд, для того, чтобы не нарушить свой ислам, не совершать деяния, по причине которого твои действия не будут приняты Аллахом. Второй уровень знаний – это фарткифая. Это тот уровень знаний, посредством которого человек сможет принести пользу еще другим. Это не обязательно знать всем. Но если в окружении или в обществе мусульман есть знающие, то с других спадает ответственность. Есть желательные знания. Есть запретные знания. Как говорит Абу-Нудеям, к запретным знаниям относятся философия, шарлатанство и тому подобное. Относительно философии, то это наука, которая появилась в Греции. Она появилась в обществе мусульман поэтапно. Но ученые не запрещали философию в общем. Любая наука, которая появляется, как психология появилась или же философия, то она должна обязательно переходить через призму ислама. Не подводить ислам под понимание философии, либо же психологии. И понимать ислам так, как диктует философия или же психология. Нет, человек должен понимать эти науки через призму ислама. И поэтому человеку, который изучает психологию или философию, ученые запрещают изучать эти науки, если он не приобрел знания религии. Потому что у него два пути. Если он приобретет знания, философии, психологии, без исламского фундамента, то он возьмет все, что можно и нельзя. И будет практиковать ислам в понимании этой психологии и философии. Тем самым, приступая и нарушая законы Всевышнего Аллаха. Если он желает изучать эти науки, то он должен это делать после того, как он, либо же параллельно, но понимать эти науки через призму ислама. Религия Аллаха, субханаху ата'аля, она останется до судного дня неизмененной. Религия Аллаха, субханаху ата'аля, останется до судного дня. Знания останутся до судного дня. Но. Как об этом сообщил посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передает Абдулла Абн Амр Абн Аас, радия Аллаху анхума, он сказал, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, знание Аллаха, субханаху ата'аля, не будет вырывать из груди знающих. То есть Аллах не лишит людей знания посредством того, что он будет вырывать из груди знающих. Аллах, субханаху ата'аля, будет забирать знающих среди людей. То есть Аллах будет их забирать к себе. До тех пор, пока среди людей не останутся невежды. Затем люди будут их возвеличивать и делать их людьми, которые дают фатву. Они будут сами заблуждаться и вводить людей в заблуждение. И поэтому, о те, которые уверовали, знание, пока оно существует в книге Аллаха, субханаху ата'аля, в сунне посланника Аллаха, саляллаху асалям, и в душах знающих, означается, пока есть знающие среди вас, не теряйте просто время. Требуйте знания. Протирайте штаны не на лавочках, на прогулках, а на скамье требования знаний. Тем самым вы сможете укрепить свой иман, тем самым вы сможете сохранить ислам. Уберечь себя и свою семью от заблуждения. Ведь придет то время, когда люди будут обращаться за знанием или за фатву, или обращаться к их слову к людям невежественным. Просто потому, что он известный. Просто потому, что у него много подписчиков. Он грамотно говорит. У него есть внешний вид. У него есть образование. Он психолог. Профессия сегодня называется блогер. И тому подобное. И мы живем в то время, когда как будто бы слова посланника Аллаха саллала салям о знании, которые Аллах будет вырывать из грудей ученых. Аллах не будет вырывать из грудей ученых, а будет их забирать. И люди будут возвеличивать людей или обращаться за знанием к невежественным, как будто бы это время приходит. Или же оно уже наступило. Я прошу Аллаха субханаху ва-та-а-ля, чтобы он уберег и отдалил нас от любого заблуждения. Я прошу Аллаха даровать нам полезных знаний. И дать нам правильного понимания. Просите у Аллаха субхану ва-та-а-ля прощения у тебя прощающего милосердия. Альхамду лиллахи раббил алямин салату ассаламу аля ашрафил анбия и альмурсалин набина мухаммад аля алихи ассахбихи аджмаин ва-ба о блогерах о блогерах и прочих прочих психологов специалистов в области души поведения человека и тому подобное. Сегодня мы настолько к сожалению стали далеки от Корана. К сожалению. Аллах Субханава Тааля говорит ва-фи-ан-фусикум ая и в ваших душах есть знамения. Или Аллах говорит ва-фи-ан-фусикум афалату бсуру и в ваших душах есть знамения для вас. Разве вы этого не видите? Кур'ан и сунна посланника Аллаха салаллаху алейхи ассалям наполнена знанием о душе. Множество аятов и множество хадисов. Посредством чего человек сможет понять суть души и сможет понять ее поведение и причины поведения души в том или ином случае. Причина либо же средство лечения души. Сегодня мы можем встретить частое слово депрессия среди мусульман. Это состояние души. Причина почему она попадает в это состояние Аллах субханаху ата'аля описывает в Кур'ане. Посланник Аллаха салаллаху ассалям описывает в Сунне. Но по причине того, что мы мало уделяем внимания шариатским знаниям, мы практически не изучаем ислам. Практически. Мы книг уже не читаем. Мы ограничились просто соцсетями. Короткими роликами, нарезками тот сказал одно, другой сказал другое. но оставили приобретение фундаментальных основных знаний. К чему это привело или к чему это приводит? Это приводит к тому, что души наши пусты и у нас появляется проблема в нас самих либо же в нашей семье в отношении с детьми, в отношении с супругами или с супругой что делают сегодня люди и мужчины и женщины? Они тут же бегут к психологу тут же. Посоветуйте хорошего психолога и идут к нему. Задача психолога это покопаться в его душе, найти причину этой проблемы и дать ему указание как это исправить. Но если он обратится еще к мусульманскому психологу, который и знает и шариат и изучал психологию и может фильтровать психологию через призму ислама это тогда он многое достиг. Но сегодня к сожалению множество психологов даже среди мусульман которые всего лишь изучили психологию в университетах на курсах и тому подобное взяли эти знания из книг так как они есть и так как их писали или думали о них не исламские философы ученые и тому подобное. Потому что психология это некое море в котором можно просто утонуть. И обычно психология появилась также из Греции. Тогда когда не было вообще абсолютно не от тех людей которые были абсолютно далеки от божественных писаний морали и тому подобное. И поэтому большинство психологии зациклено сегодня на том на эгоизме воспитании эгоизма в человеке. Что он никому ничего не должен все должны ему он должен любить себя и все должны к нему приходить ладно но когда это заходит семьи мужа и жены то ты можешь услышать соцсети наполнены этими советами психологов и мусульмане это смотрят. Женщина ничего не должна мужу он должен как как пес бегать за ней либо же наоборот где ислам где мусульманка смотрит эти соцсети эти ролики ведь она говорит это доктор психолог эти знания они нуждаются в исламской фильтровке обязательно их нельзя просто брать и применять в жизнь люди берут это делают пытаются на этой теории построить какую-то счастливую семью это невозможно счастливая крепкая семья только построится тогда когда человек сможет понять душу человека его характер через призму Корана и Сунны ведь Аллах создал человека и он знает что для него хорошо что для него плохо и Аллах говорит и он создал для вас пару Аллах говорит о любви в Куране сегодня психологи говорят нет никакой любви все материально ты должен я должен и тому подобное и поэтому среди мусульман задают такие вопросы жена должна ли стирать носки мужу мы дошли до такого уровня что знания у нас всего лишь украшают наши полки в домах мы абсолютно не знаем что изучение этих наук или обращаться туда можно только понимая ислам и зная ислам недавно я увидел ролик воспитания детей один из исламских центров западных исламских центров он выпускает ролик воспитания детей ролик анимационный в котором говорится если ты поругал своего ребенка и он заплакал это стресс для него которая обернется тебе боком сзади завтра и поэтому приди и извинись перед ним тамам эта теория существует но теория психологии воспитания детей не исламского мира или же не исламского общества что же говорит посланник Аллаха салам воспитаний посланник Аллаха салам посмотрите как сам воспитывал и он говорит пусть кнут висит и всегда показывай на кнут это говорит о том что ты ребенку должен объяснять говорить доносить но если ребенок шубутной и пытается вредничать тогда можешь ты его хлестнуть но хлестнуть так не оставив следы это понятно и очевидно для чего для того чтобы показать суровость не для того чтобы кнут чтобы его бить постоянно а для того чтобы он знал что это опасно нельзя переходить границы также и законы шариата побивания камнями отрубания головы казни существуют в исламе не для того чтобы всех подряд казнить а для того чтобы просто у человека вот здесь в сознании убрать любое желание приблизиться к этому греховному украсть убить и тому подобное и поэтому ислам наполнен знаниями которыми обзавидуются все каждый и что интересно черпают из ислама добавляют к нему и затем мы приходим изучаем говорим маша Аллах какая какая прекрасная наука вот оно и мы воспитываем и наших детей и самое что страшно мы выстраиваем взаимоотношения мужа и жены таким образом нет ни чувств нет ни уважения нет ни сострадания нет ни любви а есть просто должен должна и материальная составляющая ислам же говорит для того чтобы ты нашел ту гармонию в семье ты должен пожертвовать и другая сторона должна пожертвовать некая самоотдача и самопожертвование ради Аллаха а потом ради этого человека вот здесь зарождается любовь чувство уважения и тому подобное сегодня мусульманки сидя подписывавшись на этих различных психологов мужчин женщин мусульман не мусульман черпают эту информацию как последняя точка информационная точка и точка закона и затем пытаются это применять в жизни но я хочу сказать что не будет блага в этом абсолютно тот кто говорит или эти теоретики которые говорят эти психологи о том что должно быть так посмотрите на них самих построили ли они свои семьи так как они говорят воспитали ли они так своих детей как они пишут об этом свои книги достигли ли они успеха в жизни так как они об этом пишут нет это всего лишь красивая теория которая просто воспитывает в человеке эгоизм и не заставляет человека перевоспитать себя Аллах нас создал и заложил в нас качества и хорошие и плохие хорошим качеством является щедрость доброта и тому подобное и повелел в Куране и в Сунне взращивать эти качества и заложил в нас такие качества как гнев ревность зависть жадность и повелел нам бороться с этими качествами то есть максимально их занизить либо же просто избавиться от них что же делает эта психология или эти же науки или же эти психологи они в тебе взращивают вот эти качества эгоизма жадности скупости и тому подобное и ты с этими качествами хочешь ужиться в обществе ты с этими качествами о мусульманка хочешь хорошего мужа или с этими качествами воспитывать детей хочешь и послушных детей никогда этого не будет это сунна Аллаха на земле человек сможет достичь счастья физического и душевного только тогда когда он будет руководствоваться Кораном Коран руководство для души вот оно твой учебник психологии сунна посланник Аллаха саллаллаху саллаллаху сегодня это не в тренде сегодня мы не заучиваем мы не постим это сегодня мы постим различных психологов философов различные теории и тому подобное и никто никогда не задумывается через призму ли это ислама либо нет как можно тем более брать подобные знания от них мусульман я прошу Аллаха чтобы он исправил нас наши сердца дал нам правильного понимания ислама и дал нам правильные знания исправил нас и наши наши сердца и наши поступки и наши Продолжение следует...